Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С мужем прожили 9 лет, ей 2 няшки 5 лет, девочки. Полтора месяца назад узнала, что муж изменяет меня, причём у него сильные чувства к этой женщине, поскольку он даже не пытался с ней расстаться. Обвиняет вас и меня во всех своих неудачах, в работе, в карьере. Пытался несколько раз сделать вид, что порвался, не на него держивал, опять смс и уходил. Я его выгнала, теперь живёт с ней, к детям приходит. Последний приход сделал намёк, что, возможно, скорость не расстанется, не пойму для чего. Чтобы я его ждала, мне очень больно его видеть и очень больно, когда он у неё. Я очень любила мужа, не могу отпустить эту ситуацию, что его каждый день расстраиваются, когда он не приходит. Как отпустить и не расстраиваться больше? По поводу, почему он обвиняет меня в своих неудачах, поясню. Мы в час лет жили на севере в посёлке, родились дети. Я решил, что нам нужно вернуться в город, мы уже купили там квартиру, выплатили ипотеку, обставили, всё было готово для проживания. Мы перед отъездом предложили должность, это работа на сезон 9 месяцев, то есть я должна была жить детьми одна, он отдельно от нас. Мы тогда решили, что это невозможно. Он, конечно, был недоволен, но смирился и мы уехали. Теперь, спустя три года, он вспомнил об этом, что я выбрал как лучше для детей, а не для него. Здесь у него особо ничего не получается, мне наоборот в гору пошли дела. Возможно, за работой, подработкой, уходом за тремя детьми, у меня старший сын ещё от первого брака. Ваше внимание, кому же было недостаточно, я это признаю, и при нормальном разговоре я вполне могла бы пересмотреть своё поведение, не думая, что это такой веский повод для измены. Что же, здесь есть несколько моментов, на которые хочется обратить ваше внимание. Во-первых, измена. Ваша боль, то, что вам больно, то, что вы расстраиваетесь, это нормально. И когда вы говорите, как отпустить, не расстраиваться, ну, звучит это, наверное, немножко странно, потому что вы не можете не расстраиваться сейчас. В конце концов, это дорогой для вас человек, и то, что вам больно, говорит, а то, что вам не всё равно. С другой стороны, вы, скорее всего, и не имеете путей для того, чтобы витально для себя, конструктивно проживать чувство боли. Потому что, мне кажется, видится так, что вы не особо много кому о своей боли говорите. Вообще, сложилась некая такая диссоциация, да, несоответствие, вашего текста и того, что вы пишете. То есть, по тексту, как будто бы, получается так, что человек, вы достаточно волевой. И человек, вы достаточно такой, ну, я бы не сказал, наверное, жёсткий, да, я не знаю, но то, что, вот вы, что называется, что называется сильно. Это вот чувствуется. И мне кажется, что, естественно, вы, ну, скорее всего, свою боль никак не проживаете. То есть, детям, детям вряд ли вы об этом говорите. Ну, в смысле, рассказываете, ну, в смысле, рассказываете, рассказываете, ну, детям, вот, о своих чувствах, да, о своих эмоциях, о своих, как бы, переживаниях. Вот, детям вы об этом говорите вряд ли, а больше, скорее всего, вы никому не рассказываете. То есть, первое, на что, первое, на что нужно обратить внимание, это на то, что у вас травма. Травму нужно прожить. Вам больно. Боль нужно прожить, потому что, если её не проживать, она будет вас, в принципе, ну, что называется, отправлять. Вот. Это первое. Это первое, на что хочется обратить, обратить вам, ваше внимание. Следующий момент. Вы говорите о том, что вы вместе с мужем решаете сделать тот, ну, то-то или то-то. То-то, вы говорите о том, что, вместо с мужем вы решили, там, ну, вот, например, ну, допустим, уехать, к примеру. Тоже такая история, что, вроде бы, решаете вы вместе, но он почему-то недоволен. И спустя три года вам об этом вспоминают. То есть, как-то вот, на мой взгляд, здесь несколько... Странно. То есть, если вы решаете, ну, если вы решаете вместе, то недовольство, недовольство взяться ниоткуда. Понимаете? То есть, если вы оба приходите к компромиссу. Вот. Но, если муж недоволен, значит, компромисса не было. А значит, решили, решили эту ситуацию, по всей видимости, вы не вместе, а решили эту ситуацию только вы. А вот, давайте будем называть вещи своими именами. Я понимаю, что вам, скорее всего, это будет неприятно. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Вот. Я не говорю, что вы, там, ну, что вы поступили как-то нехорошо. Вот. Просто я здесь говорю именно о том, что здесь есть некоторая дихотомия. Дихотомия заключается в том, что вы говорите одно, и тут же в ваших словах проскакивает то, что подтверждает обратно. Да? Ну, то есть, вот, несоответствие. То есть, в этом смысле, в смысле того, решили ли вы вместе, стоило бы уточнить, что для вас означает решить вместе. Вот. Далее. Вы говорите о том, что, значит, он на новом месте ничего не смог добиться, а у вас дела пошли в гору. И за подработкой и уходом за тремя детьми вы недостаточно уделяли ему внимание, что вы признаете, и, соответственно, как вы говорите, при нормальном разговоре могли бы пересмотреть свою позицию. Вот здесь у меня вопрос. То есть, как это получается, что внимания мужа вы уделяли по вашим же собственным словам немного, и продолжали бы такую модель поведения до тех пор, пока, как бы, ну, например, он бы вам ничего не сказал, да? А вам-то самой хотелось или не хотелось уделять ему больше внимания и больше времени? Вы понимаете, что дело-то здесь немножечко не в том, что у вас нет времени. Дело здесь больше в том, что вам, скорее всего, не хотелось, вы не скучали по мужу, вам не хотелось уделять ему больше, ну, больше времени, к сожалению. Вот. Это то, что, как мне кажется, вы, скорее всего, не признаете, вот. Ну, на мой взгляд, да, это то, что вы, скорее всего, не захотите признавать. Но, тем не менее, тем не менее, это выглядит, вот именно выглядит это, вот таким образом. это выглядит так, что вам не хотелось уделять внимание своему мужу. Я вас не обвиняю. Я просто говорю о том, как это выглядит. То есть вы здесь, как бы, используете оправдание, вы говорите, что вот, у меня не было времени и так далее. И в этом смысле вы правы. Но, вы говорите, по сути, только о том, что может быть, если бы был, как вы говорите, нормальный разговор, вы бы свою модель поведения изменили. Вот. Так, вы сами хотите или не хотите ну, так себя вести? Вы сами хотите или не хотите проявлять, проявлять, ну, проявлять внимание, скажем так, к своему мужу. Вот какой важный момент здесь. А не речь, а не про то, речь, что если бы был там нормальный разговор, и так далее. Вот. То есть, это здесь вы занимаете позицию оправдания. Баля, вы говорите, что вас расстраивает, да, вы говорите, что больно, ну, что вам больно, и так далее. Вот. А, я здесь, в принципе, вас понимаю, но давайте посмотрим на эту ситуацию с позиции того, что вас может задевать. Ну, то есть, просто вот, что может вас задевать в этой ситуации. больно вам, например, по той причине, что больше вы не можете делать, допустим, своего мужа счастливым. Вам из-за этого больно? Больно вам из-за того, что вы что человек счастлив с другой, а не с вами. Давайте разберемся, что конкретно вам здесь больно. Вот. Потому что это результат того, как вы обращаетесь сами со своими, ну, со своими чувствами, к сожалению. То есть, это результат того, как вы сами с собой обращаетесь. Если вы к себе относитесь как ну, как человеку, да, который в основном для других, для семьи, например, то, скорее всего, вам действительно обидно и больно. Вот вы ждете, что вернется. И расстраиваетесь, что он не возвращается. Вам не хватает чего-то. Давайте подумаем. Давайте вот просто, просто подумаем. чего вам не хватает. Ну, вот просто попробуем порассеждать, понаблюдать. Чего конкретно вам не хватает. В чем вы нуждаетесь в контексте вашего мужа таком, что вот вам не хватает. Понимаете, да? То есть вот на это я бы тоже я бы рекомендовал вам обратить свое внимание. это очень важный, как мне кажется, момент. Чего мне не хватает. В чем я нуждаюсь. Понимаете, да? Вот давайте попробуем подумать. Что мне надо-то? Чего мне нужно-то вообще? если вы скажем так сможете ответить себе на этот вопрос чего мне хватало, в чем я нуждалась, вы сможете подкорректировать свое поведение. там это сейчас ситуация ну вот к сожалению к сожалению сейчас ситуация очень я бы сказал сильно очень сильно похоже на вот ну на то что вы в музе скорее нуждаетесь. при этом я не совсем не совсем понимаю что вы к нему чувствуете. Вот то есть вообще бы вам вот по-хорошему бы просто прислушиваться к себе спросить ну спросить себя да что вы как бы ну вот что вы к мужу своему чувствуете. Вот то есть ну просто вот просто спросить себя вот как бы просто спросить что что я чувствую сейчас ну к тебе вот это ну вот такой такой момент и постараться это ну условно говоря человеку выразить вот я думаю я думаю что это было бы ну вот для вас идеалным таким вариантом да я думаю что для вас это было бы ну отличным вариантом вот и вы смогли бы для себя в этом смысле как раз найти найти бы ресурс для того чтобы двигаться дальше вот сейчас вы ну сейчас вы не можете сейчас вы ну не очень просто понимаете в этом смысле вот собственно то что вы чувствуете да то как вы чувствуете и так далее но при исследовании это вполне можно как мне кажется выявить и обязательно обязательно как как я собственно уже сказал обязательно нужно вам ваше чувство прожить а вот так же что важно э э э стать ли муж проблемой то что между вами происходит считает ли он это проблемой если считает то это одно тогда лучше конечно что называется э э ну вместе с ним да тогда вам бы обратиться к э психологу вот именно ну именно именно вместе именно вдвоем и э поисследовать э вашу собственную проблему вот вот потому что мое мнение заключается в том что вы немножечко э ну как бы э забыли о том э э зачем вы вместе э мне кажется что вы немножко э забыли э о друг друге э своим э бытом э вот который ну естественно естественно э может э затмевать и как бы э съедать все силы энергию и так далее вот то есть вы ну вполне могли это вполне могли просто забыть вот поэтому вот напомнить как бы напомнить напомнить вам э о том вот э ну собственно говоря э кто вы друг для друга было бы очень важно э э так же есть еще один очень э серьезный момент на который я бы хотел обратить вам внимание этот момент заключается в том что вот вы говорите как мне как мне ну э забыть как мне отпустить ну отпустить вот в прямом смысле слова да отпустить э э эта ситуация перестала расстраиваться э что будет дальше то есть ну вот вы отпустите э значит расстраиваться перестанете и что потом ну вот в буквальном смысле что дальше понимаете то есть такое ощущение что здесь вы вы в какой то степени э хотите избежать боли я вас не виню я не виню вас за то что вы хотите избежать боли но э избегая боли к сожалению э вы на мой на мой взгляд э сами себе запрещаете в таком случае э расти вы запрещаете сами себе в таком случае э менять понимаете какая штука и вот это вот это то что вы э убегая от боли запрещаете себе изменения самое я бы сказал э неприятно дело в том что у вас это уже второй второй брак в котором возникают возникают проблемы это вот так по крайней мере это сейчас выглядит да что вот у вас э ну в первой в первой браке у вас как бы получаются отношения не сложились вот вот э второй второй брак отношения в этом смысле э э ну не складываются тоже то есть это уже на лицо вот э некий такой сценарий когда мужчины к сожалению ведут себя с вами ну вот э как то не так как как вам скорее всего бы хотел и значит здесь э скорее всего э нужен анализ э вашей модели поведения э э с мужчинами э чтобы лучше разобраться э э э э ситуации в целом э и чтобы вам подкорректировать свою модель поведения э если вам э э это ну вот на мой взгляд на мой взгляд э э э глобальное ваше э э состояние э э заключается в том что вы э э не можете отказаться от э позиции силы э которую сейчас вы занимаете то есть когда-то э во взаимодействии э ну во взаимодействии э э э во взаимодействии с мужем э э вы заняли эту позицию позицию силы что у вас дела пошли в гору у него нет э возможно вам эта позиция понравилась так же как вы заняли позицию контроля э что вы за всем должны там ну следить что вы э всем должны э грубо говоря ну помочь что вы э всем должны э э значит ну что-то предложить э эта позиция у вас закрепилась э и теперь это наручилось и вы из этой позиции мне кажется вы ходите э достаточно болезненно потому что наручилась вот эта вот стабильность и определенность это не говорит о том что э вы в последнее время стали еще не успешны это скорее говорит о том что вы э построили некоторую э стену э вот вы выстроили вокруг себя э но защиту вот понимаете и эта защита дала сбой как и любая защита дает сбой если полагаться только на нее такая вот история э для чего муж э значит делает намек что скоро смерть останется э ну на мой взгляд это связано с тем что он чувствует конечно вину э перед вами и на мой взгляд э это все таки выглядит как некий такой протест детский протест вот о о чем в принципе сказал мой коллега кутряшев игр леонидович в своем ответе вот что мы ну что мужчина ваш занимает детскую позицию в силу того что вы родитель вот вот и соответственно он ведет себя таким образом вот и хочется у вас спросить а вот до этой ситуации когда вы вели себя как партнер это первое и как женщина это второе по отношению к вашему мужу когда вы проявляли себя так и когда вы себя так проявляли какие были у вас чувства и какие были чувства вашего мужа ну хотя бы какие реакции может быть о своих чувствах конкретно ваш муж и не сказал на этом все я надеюсь что мой ответ был вам полезен и интересен я желаю вам всего самого доброго и удачи буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу ну и возможно в вашем случае и вам работу в паре то есть работу именно вместе с мужем но начинать конечно нужно вам самой потому что у вас есть травмы скорее всего определенные трудности и психологические проблемы удачи вам удачи и удачи